Здравствуйте, уважаемые телезрители! Теннисный канал НТВ+. Предлагает вашему вниманию записанный вариант матча Кубка Федерации между сборными Испании и Украины, который состоялся в минувшие выходные в испанском городе Аликанте. Покрытие кортов в красный грунт, а место проведения соревнований клуб Атлетико Монтимар. Начало поединков, как обычно, предшествовала красочная церемония открытия. Небольшой стадиончик, как мы видим, в Аликанте заполнен не полностью, но, тем не менее, зрители очень бодро реагируют, как мы видим, на представления участниц соревнований. В хорошем настроении, видимо, пребывают, потому что фаворитками этого поединка, конечно же, являются хозяйки площадки фенесистской сборной Испании. И погода, хотя и солнечная в Аликанте, мы это видим, но достаточно прохладная, и зрители одеты теплом. В общем, просто говоря, в Испании так же, как у нас, еще зима пока продолжается, поэтому неудивительно. Возможно, нам покажут еще температуру режиссеры после представления участниц, вот сколько градусов на этот момент она составляет, но не так же холодно тоже. Мы видим, что девушки чувствуют себя нормально на корте. Принцип проведения матча Кубка Федерации всем хорошо и давно известен. В первый игровой день, то есть субботу, проходят две одиночных встречи. В воскресенье еще две первые номера играют по принципу крест-накрест. Сначала со вторыми в первый день, а во второй соревновательный день уже сходятся лучшие первые ракетки. Ну и, соответственно, затем вторые в поединках между собой. Ну и в том случае, если матч после этих одиночных встреч счет в матче остается равным, 1-2-2, состоится решающая парная битва, пятая по счету. Ну и в этом принципиальное отличие женского Кубка Федерации от мужского Кубка Дэвиса, который, как мы знаем, продолжается на протяжении трех дней. Ну и там формат какие-то сетовые. А здесь, как обычно, из трех сетов играют девушки до двух побед. Поэтому более сжатые сроки проходят соревнования. Ну и очередность немножко другая. Парная встреча у мужчин проводится в субботу, в то время как здесь она завершает матчевую встречу. В том случае, естественно, если до нее доходит дело. Представили нам арбитры на вышке этого победителя. Ну и, конечно же, Кончита Мартина с крупным планом на ваших экранах. Знаменитейшая испанская теннисистка, зашившая карьеру в 2006 году, свою профессиональную. Ну и вот она выдвинут руководство Федерации тенниса в Испании на пост капитана. Команда, ну и Игорь Герновский, соответственно, возглавляет женскую сборную Украину в рамках Кубка Федерации. Это первый раунд борьбы в так называемой второй мировой группе. Победитель вот этого противостояния выходит на команду проигравшую в первом раунде уже мировой группы. И вот в раунде плей-офф состоится встреча этих команд за место мировой группы уже в следующем сезоне. Естественно, организаторами этого матчевого поединка сборных Испании и Украины был выбран грунт как покрытие в Испании подавляющее большинство кортов, как мы знаем, открытые, грунтовые. И поэтому и мужчины, и женщины, можно сказать, рождаются на них и чувствуют себя как рыба в воде, именно на грунтовом покрытии. И вот группа поддержки, в которую входит Альберт Коста, как мы видим, там третий справа в красной форме, в форме сборной Испании. Тоже очень знаменитый испанский игрок, чемпион Раван Гарос, начало 2000-х. Поэтому в этом перевес принимающей стороны, конечно, выбор площадки, выбор типа покрытия кортов. Естественно, Испания всегда славилась своим, в первую очередь, грунтовыми мастерами. Ну и украинской команде придется непросто в этом соперничестве. О составах команд. Под первыми номерами заявлены были на эту встречу в испанской сборной Лаурдес Домингис Лина, номер 51 мировой классификации. Вот она как раз на ваших экранах. Она будет сейчас встречаться в этом первом поединке с второй ракеткой украинской сборной Илиной Светолиной, номер 104 мирового рейтинга. Ну, пока что крупным планом, естественно, нам и Лину вскоре. Ну, в общем, представление участниц состоялось, как мы видели. Все статистические выкладки, касающиеся даты рождения и всего прочего нам были представлены. Попозже еще раз их назову. Ну, а во втором матче дня субботнего игрового сойдут, соответственно, уже первая ракетка сборной Украины Лесяц Суренко, 72 номер мирового рейтинга. И второй номер испанской сборной Сильвия Солера Спиноса, номер 85. Ну, игра начинается, и первый, как мы видим, подает украинская теннисистка Элина Светолина. Первую очку она завоевывает, благодаря ошибке Доминдис. Ну, есть, естественно, по две запасные в составах каждой из команд, которые, если понадобятся, выйдут на площадку. И, вполне возможно, в парном поединке это произойдет у Украины. Запасными являются Юлия Бельдезиммер и Ольга Савчук, а у испанок Мария Тереза Тора и Нурия Лагастера. На старте поединка типичный грунтовый теннис демонстрирует теннисистки. Небыстрые, крученные, достаточно взвешенные удары. Такой теннис мы все реже и реже вообще-то наблюдаем в последние годы, потому что даже мастера грунта, ну, скажем, у мужчин, все те же испанцы, аргентинцы уже играют фактически на грунте, как на жестком покрытии. И снова плоскими ударами мяч со страшной силой направляется на сторону соперника. Практически перекачку таких знаменитых, еще в недавнем прошлом, мастеров грунтового порта мы в последнее время не наблюдаем на мировых аренах. Ну и вот первое очко сейчас достается и Доминдис. Алина, в свою очередь, за счет ошибки Светалины, она это очко получает. 30-15, тем не менее. Глубоко играет Доминдис, подлево соперница. Но вот перед этим, в предыдущем розыгрыше, ошибками при ударе слева допустила украинская теннисистка. И сейчас вновь ошиблась. По 30-ти счет становится. Да, затяжные розыгрыши лучших традиций грунтового тенниса мы наблюдаем с первой же минуты. Этого поведенка между Доминдис и Светалиной. Но интересный был розыгрыш. Первая на обострение пошла украинская теннисистка. Добавила мощь в ударах, но резанными отвечала Доминдис. Более опытная и мастеровитая. И в результате, после выхода соперницы к сети, ну, укороченная была со стороны испанки. И дальше уже последовала четкая обводка в самый, ну, не самый угол, там, прикирку с линии, боковой, правой, опять-таки, подлево соперницы. И первый брейкпоинт в первом же деме зарабатывает испанская теннисистка. Первая подача не проходит. И еще одна шипка очень грубая со стороны Светалина. И попыталась, видимо, сама не поняла, что она хочет сделать в этой ситуации. Мысли у нее забегали в голове, все смешалось. В результате приняла неверное решение. Подрезка хотела сыграть, но не сумела мяч на сторону соперницы переправить. И в результате, вот так, со счета 30-0, Лина Светалина первый день на своей подаче отдает. Ну, на круге это не страшно. Вообще у женщин, наверное, подача это не самое главное оружие. Четыре мяча подряд Доминдис выиграл. В результате к переходу она лидирует с брейком в этом поединке. Кончита Мартина с наших ранг. Ну, а задача Игоря Дерновского, естественно, была главная задача сейчас. В момент короткого прохода своей подопечной слегка поддержать и ободрить. Ничего страшного не произошло, потери первого дейма, надо продолжать борьбу. Ну, Светалина, я думаю, несмотря на свою молодость, в общем, сама все это прекрасно понимает. И Лине всего лишь 18 лет, я еще об этом не сказал. Но скажу чуть позже, давайте последим внимательно за первыми деймами этого поединка. Пока очень точно не играет Лина, но Доминдис Лина заключением начала, вот когда два первых мяча она отдала сопернице. После этого очень быстро вошла в ритм матча и наладила силу, длину полета мяча. Все мячи практически от Доминдис улетающие, посылаемые ей, все попадают в пределы площадки и очень неудобно для соперницы. 15-0. Эй, ошибка грубая, я все уже себе подготовила Доминдис к этому моменту, и ставку, конечно, должна была забивать. Хоть вправо, хоть влево направь на мяч, он бы не отражался. Только надо было в корс попасть, естественно, что Доминдис сделать не удалось, по 15-ти. Хороший прием. Но, к сожалению, Вау решила пойти на обострение с Виталина. Конечно, Доминдис не только опытнее, ей 32 года, скоро исполнится, 31 марта. Но и, естественно, лучше себя чувствует на грунтовых портах. Светалина находится в самом начале своей карьеры, но она более разносторонний игрок уже сейчас, это можно про нее сказать. Ошибается. Лена, праздник и Миссис, начинает переживать окровенно. 40-15 у Испанки. Еще один рисковый удар от Светолина имела, конечно, она моральное право в такой момент прощадить. 40-15 на подачу соперницы, на второй подачи соперницы. Рискнуть не попала, к сожалению. Но еще прибьется еще, войдет, я думаю, в игру юная украинка. Но пока что второй гейм остается за хозяйкой корты. 2-0, Домингис на 2 дема отдала сопернице всего лишь 3 очка. Ну и та сама, конечно, очень много наошибалась. Смотрим третий по счету гейм на подачу вновь с Виталиной. Вновь следует другая очень ошибка. Двойная. 0-30. Поединок молодости и опыта, конечно же. Молодость и юность на стороне украинской теннисистки, про которую я сказал, я 18 лет всего лишь. В то время как Домингис 32 скоро исполнится. Попадает испанка, но тем не менее перевес в этом гейме по-прежнему на ее стороне. 15-30. Кончета Мартинес. Пока что спокойно. Ну и кроме того, рейтинговые позиции этих теннисистов, конечно, говорят о разнице в классе. Если Домингис на данный момент практически игрок первой полсотни, ну, 51 позицию она занимает. Это самый высокий рейтинговый номер всех участниц этого поединка. То Лина Светолиной рейтинг 104-й сейчас. Это лучшее место в ее карьере, которое еще только-только начинается. Двойной брейкпоинт. У Доминдис. И сейчас она, конечно, переборщила немножко силой своего крученого удара. Мяч улетел далеко. Достаточно. Ваут. 30-40. Очень глубоко играет испанка. А вот ему коротко маршруты делают чердивую силу и направление длину ударов грамотно и в мастерстве. Прямо. Говорят, чувствует себя в полной мере сейчас пока Доминдис с хозяйкой положения. Светолиной тяжело приходится. Вот уже за 10 минут два брейка успела испанка сделать. А в целом счет 3-0. В ее пользу и кончить и Мартинес, я думаю, в общем-то, нечего сейчас и подсказать. Хотя она это делает. Представленный состав, вышеназванный сборной Испании, конечно же, ослаблен отсутствием пары ведущих теннисисток. У них нет Карла Санчес Навара, самый рейтинг вы испанской теннисистки. На данный момент ее номер 30-й. И Медина Горидис, здорово. Медина Горидис 63-я в рейтинге. Здорово отыграла она на Кубке Хопмана в самом начале сезона, как вы помните. И вместе с Фернандо Вердацко тогда победила в этом командном соревновании. Хотя Домин Деслиной стоит выше. Медина Горидис, у Доминдис номер 51, у Медины 63. Но, в общем, конечно, и Медина могла бы помочь испанской сборной. Но, видимо, Кончета Мартинес на правах капитана приняла такое решение, что против молодой украинской команды хватит ей для победы и участия. Вот двух названных выше теннисисток, основных, Домин Деслиной и второй ракетки испанской сборной на этом поединке. Сильвии Солера Спиноса должны справляться, конечно, с соперницами испанки в этом поединке, в котором они, безусловно, и фаворит. Четвертый день начался и 15-0 на подаче с Виталиной. 30-0. Ну, когда-то же должна, в общем-то, и Домин Деслиной ошибаться. Простите, подает сейчас испанка, на самом деле, в четвертом день первой партии. Она начинала подавать второй, поэтому сейчас как раз ее черед. 0-30. Удачный прием, 15-30. Что касается сборной Украины, то у нее отсутствует в составе сестры Бондаренко, хорошо нам знакомые, но они по рейтингу сейчас, значит, и по игре находятся далеко от первой сотни. Так что капитан сборной Украины, Игорь Дерновский, призвал всех лучших в свою профессиональную сборную на этот матч. Еще один розыгрыш выигрывает Домингес за счет очень хорошей комбинации, срезанного выхода к сетке. Попытка обвести соперницу последовала со стороны с Виталиной Свечой, но та оказалась недостаточно высокой, глубокой. И испанка этот мяч убила. А вот это уже хорошо было сделано. Прием слева по линии сразу же, в общем-то, какую-то инициативу в этом розыгрыше позволил получить украинской теннисистке, но она ее инициативу реализовать сразу не смогла. Тем не менее, хватило ей терпения после нескольких ударов. Вновь пойти на обострение затем, и очень хорошо вправо мяч направила Элина. Справилась испанка с ним. В результате первый брейк-поинт заработала Света Лина в четвертом гейме на подаче соперницы. Но опять сейчас переборщила с силой, удар не попал по длине. И счет стал ровно. А вот, к сожалению, обидная ошибка с Виталиной. С приемом направленной по центру достаточно сильной первой подачи справилась. Украинская теннисистка, но вновь не рассчитала силы своего удара. Слева мяч Ваут улетел. Больше у Испании. Сорвался мяч у Домингис, но и как следствие едва перелетел на сторону соперницы. Получился всеобразный укороченный удар. Света Лина справилась с ним и дождалась ошибки соперницы ровно. Попадает мяч в корт. И грубая ошибка Испанки. Напрашивал свеча, но не лучшим образом Домингис ее исполнила. С Виталиной удалось справиться. Может быть, на повторе нет. Нам режиссеры пока чаще всего испанку показывают крупным планом. Меньше вновь у Испании. Завязалась борьба на подаче Домингиса Лина. И в результате за счет первой двойной ошибки соперницы Света Лина реализует второй по счету свой брейк-поинт. И выигрывает первый гейм. И что характерно, первый гейм Украинский-Петербург выигрывает на подаче соперницы. 1-3, если считать от Украины, поскольку черед подавать сейчас с Виталиной. Уже неплохо. Вот это да. На глазах обретает уверенность украинская теннисистка. Немножко робко начала она этот матч. Мне, конечно, Домингис ей позволяет это делать. Имею в виду, обретать ту самую уверенность и атаковать. В предыдущем эпизоде очень короткий и удобный для оттати украинский теннисистский прием выполнила испанка. Но сейчас, если бы не эта ошибка, с Виталиной при выходе к сетке все очень хорошо. Затеяла она с этим резаным, укороченным мечом. И могла вполне. Площадь 30-0, но вместо этого по 15. Да, в исполнении Домингис Ливина классический грунтовый теннис мы сейчас с вами наблюдаем. Это был один из самых продолжительных пока розыгрышей. Срывает овации трибуны испанка после того, как играет на вылет своим форхендом. Зарабатывает преимущество 15-30 в пятом геме. Ну и мне кажется, все-таки украинской теннисистской линии с Виталиной не стоит ввязываться в этот продолжительный обмен ударами с мастером грунтовых площадок и большой специалисткой в этом вопросе. Домингис Ливина пытаться все-таки, наверное, установка такая была изначально на этот матч капитана Игоря Дерновского. Чтобы все-таки больше стараться играть плоскими ударами, идти на обострение и каким-то образом тем самым сбивать соперницу с налаженного игрового ритма. Но пока не удается. Пока при выполнении этих самых обостряющих ударов очень много ошибок допускает Виталина. В результате ей хочется рисковать поменьше. Как бы ввязывается в обмен долгий обмен ударами и в результате вновь проигрывает. Двойной брейк-поинт вновь у испанки. Все, сейчас отлично. Вот, пожалуйста, комбинация, проведенная как раз-таки в подтверждении сказанного выше. Потидал, потидал мяч сзади с Виталиной. А затем последует обостряющий удар. И сразу же под левой, естественно, соперница под ее одноручный бэкхэнд. И сразу же Светалина поняла, что мяч попадет и устремилась к сетке. Ну а дальше точно испанке ответить не удалось обвести. Было практически нереально в этой ситуации соперницу. А игра слета Светалины выполнена. Удар Света выполнен на высокую оценку. Но, к сожалению, следует еще одна ошибка при выполнении бэкхэнда. И в результате очередной брейк совершает Домингис. Реализует Домингис. Очередной брейк. Это третья подача уже в данном поединке. Третья подача соперницы, которую удается взять из панки. Одну она свою проиграла при этом. Ну, типичный грунтовый теннис, типичный женский теннис. Мы с вами наблюдаем обмен брейками на подачу соперницы. Но лучше пока себя чувствует, конечно, испанка. Это видно. 4-1 в ее пользу. Тем не менее, есть, конечно, над чем работать. Есть вопросы. И вот сейчас, как раз после проигрыша Деймана на свои подачи, Кончета Мартинес, видимо, обращала внимание своей подопечной как раз на недочеты, которые в том гейме в четвертом допустила Домингис. Абсолютно безоблачное небо в Аликанте. Вот немножко в стороне мы видим там пересты облака. Погода меняется, потому что ветер, горы поблизости. Домингис Лина невысокая, это не сиска, 163 сантиметра, 60 килограммов она весит, сейчас будет подавать. В W-туре Домингис вращается с 1996 года, очень-очень давно, как, на своем понимании, 17-й сезон она проводит в профессиональном туре. И, то есть, получается, с 15 лет она в него вошла. Двойную ошибку допускает Домингис на старте шестого гейма. Есть у Лаурдес в наличии два титула, причем завоеваны они были в одном и том же городе, у Колумбийской Богатьяна, побеждала в 2006-2011, естественно, на грунте. В первую сотню впервые попала Лаурдес в 2005-м и закончила год тогда на 77-й позиции. Ну, а прошлый сезон на 48-й. Это лучший показатель за карьеру по итогам сезона. Ну, а вообще была Домингис 40-й в мире, 11 сентября 2006 года это случилось. И лучшие позиции в рейтинге. 0,30 на подачу испанки. Успеет к этому мячу Света Лена. Не точно играет Домингис. В общем-то, неточности в ее игре хватает. Не так уж она далеко оторвалась по классу от своей юной соперницы сегодняшней. Все-таки она звезд, с кем не хватало за свою продолжительную карьеру. Настоящих. Хотя два титула это тоже серьезно в любом. Для любого тенниса. Для мужского и для женского. В 0,40 тем временем у Испании. Еще одна ошибка Лена. Вот как только она на обостреющие удары переходят. Ее также постерегают проколы, как и с Виталину. Ну и второй Дейм Ильина в этом матче берет и берет, вновь реализуя брейкот на подачу соперницы. 2-4. Такая женская, типичная женская игра на грунте. Но Домингис все-таки довольно стабильно играет на протяжении последних 8 лет. Только однажды у нее был спад в 2009 году, когда вылетела Испанка за пределы первой сотни. Очень быстро у нее вернулось. Лучший результат на Гранд Слэмах. У Домингис третий круг. Четыре раза она туда пробивалась. Была трижды в третьем круге свою карьеру про Лангароса. Ну и также отметилась молодечным показателем на открытом чемпиате Австралии 2010 и US Open того же сезона. Заработала за карьеру Домингис Лина более полутора миллионов долларов. Сейчас активно очень играла Испанка. Сравняла счет по 15. Игорь Дерновский на вашу экрану переживает. Естественно. Под линию попадает мяч после удара справа. Несильные подачи украинских кинесистов. 15-30 становится счетом. Интересно, когда Светолине удастся первую свою подачу в этом матче выиграть. Как срезался мяч у Испанки. Но получилось по принципу чем хуже, тем лучше. Очень близко в сетке мяч попал. В итоге неудобно подлево украинской теннисистки. Товкор в итоге не попало. Не успел как следует к мячу подойти к закрытию ракеткой. Кстати, вновь двойной брейкпоинт у Испанки. Теперь 30-40. Продолжение следует... Достаточно глубоко сейчас стало играть Доминдис. Согласитесь на хавкорт в основном мячи. Попадают. Все-таки дожидается спарка ошибки. Соперницей, как мы говорили, они находят подтверждение практически в каждом. В продолжительном розыгрыше все-таки в этой ситуации преимущество было и, наверное, будет на стороне опытной грунтовой теннисистки Доминдис. Сейчас Линда дождется ошибки. В любом случае, вот, юный соперниц. Ну и пока что, чаще всего, так получается. Очередной брейк реализует... Брейкпоинт реализует... На подаче с Виталиной Испанка. И за 29 минут она уже доводит дело счет в первой партии до 5-2 в свою пользу. Сейчас будет подавать на сет. Улыбаются Кончета Мартинес и Доминдис. Градусов, наверное, 10-12. Сейчас Улыбаются Кончета Мартинес. Сейчас Улыбаются Кончета Мартинес. Судя по всему, прохладный ветерок. Клубная атмосфера на этом стадионе. Я имею в виду сейчас в зрительских рядах, присутствующих на этом матче. Наверняка многие из этих людей, которых нам показывали сейчас, режиссеры, сами балуются теннисом. Свободное от основной работы время. В Испании теннис очень популярен. Ну, вот то, о чем мы говорили. Испания в лице своего лидера, Лаурдес Доминдис Лина, подает на первую партию в первом матче против Украины. Приходится в удар. Второй ракетки украинской сборной, 18-летней, Имина с Виталиной, 15-0. Спел отмечу Доминдис, и как открыла сейчас опрометчивая правую половину, в первую часть площадки, украинская теннисистка. Здесь, конечно, она слета сыграла неуверенно. Еще один, по сути дела, удар на ракетку соперницы, опять слета. Ну, и у Доминдис уже 30-0. Отлично, отлично. Вторую подачу прибивает сейчас Ирина Светалина. Справа по линии на вылет. Мощнейший удар последовал. Очко берет украинка. 30-15. Конечно, надо давить на соперницу, на ее второй подачи, стараться принимать мячи активно. Промахнулась по мячу. Светалина, так получается. Неужели? По шпагате мяч, видимо, попал в линию. И как часто открывает сбил с толку украинскую теннисистку. Вот улыбается она, да, она видела, что мяч попал, но попал действительно в линию или под самую линию заднюю. В результате редкий случай, когда теннисист теннисистка промахивает вовсе по мячу, не зацепив его ракеткой. Ну, предыдущий розыгрыш с первой подала Испанка. В результате долгая перестрелка вновь завязалась. Ну, и как обычно в этом матче мы с вами наблюдали, перестрелка эта завершилась не в пользу. Украинская теннисистка. Ну, а как только вот обострение с ее стороны. Хороший убивающий удар справа. Очень точно направленный и сильный. Домин не справилась с трудом. Но уже мяч накинул, опять так можно сказать, на ракетку. С Виталиной. Та четко, выйдя к сетке, сыграла с лета. 40-30. Был двойной сетбол, остался один в Испании. Ваут. Нет, точно в линию. Как здорово играет Светаина. Как она момент выбрала удачно. Потому что в этой перестрелке бесполезно надеяться переиграть Испанку. она так и будет. Шарашить по мячу на протяжении. Столько ударов, сколько и потребуется для выигрыша, розыгрыша. Но вот надо постоянно что-то придумывать. И в этом главная задача состоит юная украинская теннисистка. Сейчас очень удачно она все сделала. Счет сравняла. Корочное исполнение получилось просто не берущимся. Брейкпоинт зарабатывается Италина. Играет чаще под левой, естественно. Она соперница добивается своего. Меньше в Испании. В последних геймах мы одни брейки с вами наблюдаем. Теннисистки уже забыли. Когда свою подачу. Бравильно, что касается с Виталиной-то. И ни разу не удавалось пока этого сделать. За весь поединок. В свою очередь покороченную исполняет и Доминдис. Но она была, конечно, не столь точна, как украинская теннисистка в предыдущем розыгрыше. И удалось с Виталиной до мяча добежать. Причем увидели особых усилий от него не потребовалось. Для этого. А дальше она неудачно подставляет ракетку под простой мяч. Опять, видимо, смешались у нее мысли в голове, куда направлять. Под право, под лево. Но, видимо, решила в последний момент под лево сыграть. Но внимание уже ушло. И в итоге мяч через сетку перетянуть не удалось. Ровно. Слева атаковала сейчас теннисистка, но недостаточно мощный, конечно. Особенно для грунта. Мяч долго, как мы знаем, от него отскативает. И висит в воздухе, летит в воздухе. Позволило, конечно, недостаточно сильный бэхэнд. Кросс слева от Света Лины добежать до мяча. Линой очень неудобно. Домин Дислина очень неудобно резаным ответить. Там без шансов, конечно. Мяч был направлен. Для соперницы. Вновь возвращаемся к сетболам Испании. Ну и вот, что такое линия в теннисе. Мы помним, как промахнулась по мячу Света Лина в этом же самом гейме чуть ранее. А сейчас уже испанка. Аналогичная ситуация оказалась. По мячу-то она попала, но мяч до сетки фактически не долетел. После удара. Вновь ровно. Пока что самую упорную гейму наблюдаем. В восьмом гейме. Они даже не резаны. Получается, вновь сетбол, четвертый. В Испании. КОНЕЦ 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 Еще одна ошибка. Плохой подход к мячу. И, в результате, мяч уже приземлялся на корт в тот момент, когда Доминдис, видите, к нему подоспела и выполнила. Этот форхенд неудачный. В результате, вновь ровно. Не хочет Украина отдавать первую партию. Испания, который, вроде бы, на данный момент подавляющий перевес в счете. Вот ошибка и со стороны Доминдис, и вновь брейкпоинт с Виталиной. Иногда отказывают тоже Испанке терпение. И вместо долгих этих перетидок она пытается обостряющими ударами, побыстрее решить делаться в свою пользу. Но очень часто не попадает в таких случаях. Ой, какой грубый слой. На фроуна. Подлево. Вновь туда же. Хорошо был опять-таки выбор в момент Доминдис для этого укороченного удара. Все-таки, мне кажется, едет как раз не стоит прибегать к этим очень сложным в техническом исполнении уловкам, укороченным мячам. Это задача как раз с Виталиной каким-то образом разбить игру соперницы на задней линии. Набита Доминдис очень хорошо. Поэтому с Виталиной приходится все время что-то придумать. Доминдис же просто надо держать мяч в игре. Брейкпоинт очередной у Украины. Еще один укороченный. Ну и наказана. Слава промечивость. Испанка только об этом как раз говорил. И тем не менее решилась на повтор. Укороченная. Видимо, в первом случае не получилось. Решила сама себе доказать, что может исполнить. Но вновь укороченный очень высокий. Мяч получает с Виталиной. И в данном конкретном случае легко проводит концовку. В розыгрыше безошибочно сыграл с Виталина. И вновь сокращается отставание до двух геймов. 5-3. Испания по-прежнему лидирует. Но 4 сетбола не удалось испанке реализовать. Сейчас главная задача с Виталиной. В этот момент, конечно же, она продолжает борьбу и борется. Несмотря на счет. Молодец, правильно делает. И, мне кажется, все в ее силах и руках сейчас. Данная конкретная задача. Задача на этот момент взять свою подачу. Впервые в этом поединке. И пока что 15-0. Хороший бэхон. Молод наш прошел Домин. Дискать, что уж не в линию попал. Играет слева одной рукой. Испанка. Отличие от Светалиной. Не так мощно. У нее это получается, естественно, уязвимое, наверное, звено. Играет. Поэтому Светалина старается почаще подлево направлять мячи. По 15-ти. Очень неудобный ответ сейчас с приема получил срезанным у испанской теннисист под самую сетку. Ну и как здорово. Я бы на месте испанцев погромче поаплодировал Светалиной. И она сейчас, вот видите, так погорцевала по корту. Видно, что довольна осталась сама собой в предыдущем розыгрыше украинской теннисистки. Действительно сложный был очень мяч. Из-под сети надо было точно направить на сторону соперницы. Она это сделала и очень неудобно для нее. Под самую линию заднюю. Ох, прекрасно. Прекрасно сыграно. Мяч в линию попадает после удара справа с Виталиной. И 40-15. Двойной геймбол. Испанка настаивает на том, чтобы судья спустилась, посмотрела. Судья это сделала. Но без вопросов мяч попал. И поэтому приходится смириться Доминге с тем, что день-то уплывает. Первый день на подаче соперницы, который не удастся взять испанской теннисисте. 40-15. Прекрасно сыграно позиционно. Очень здорово сейчас проинтуичила. Увидела, что оголила правую часть корта соперницы Элины. И туда именно направила мяч своим бэхендом. Очень здорово сыграла. Зрячее, расчетливо и точно. И вот на очередной тайм-аут украинская команда отправляется уже в несколько ином настроении. Элина Светалина чем дальше, тем больше, в общем, входит в этот матч и постепенно навязывает свою игру сопернице. Играет с меньшим числом ошибок. Удалось однозначно сократить число своего невынужденного брака украинки в последних дней. Ему за счет этого и подтянулось. Совсем недавно ведь счет был 5-2 в пользу Испании. И, в общем, казалось вопросом времени лишь выигрыш первого сета. А сейчас 5-4. И что внушает еще дополнительный оптимизм. Светалина удалось первую подачу свою взять в этом матче. Ну, а на подаче соперницы она уже два брейкпоинта реализовала. Поэтому все может быть и сейчас. В счете 5-4 в пользу Испании. Что касается Доминдис, то она, в общем-то, в этом сезоне неудачно пока что играла. В четырех турнирах приняла до сих пор участие. И ни одной победы не одержала. Призду не проиграла в первом же круге Хантухова Даниэля. 5-7-2-6. Затем было поражением на турнире в Хоборке от Ярослава Шведовой. 4-6-1-6. На астральском чемпионате в первом же раунде проиграла Светлана Кузнецова. 2-6-1-6. Ну и в Париже на минувшей неделе Испанку превзошло в Лисе Сафарова. 2-6-6-1-6-1. Что, в общем, результаты Испанки в этом сезоне. Пока что откровенно неудачные. Начался вполне возможно 10-й решающий день первого сета. И вновь Испанская Теннисистка подает и ошибается. 0-15. Шибок увеличилось значительно. У Домингис в последних геймах Украины сократилось. Напротив. Еще один продолжительный розыгрыш. Вполне возможно, самый продолжительный пока в этом повединке. И как я не призывал, украинский Теннисист все-таки не идти на поводу у соперницы. Не ввязываться в эти долгие перестрелки. А вы понимаете, чем дальше, тем больше Светалина начинает соответствовать Домингис Селина. И в этих затяжных перестрелках мы видим, что... В общем-то, Испанка начинает первую ошибаться. У нее и предыдущий удар увидели. Едва всех не попал по тросу, чиркнул. Молодец Светалина, что успела к нему. И просто перевела мяч на сторону. Та пыталась сразу же воспользоваться ситуацией и направить мяч в свободную часть спорта. Но не попала. В результате счет стал 0-30. Вот сейчас ошибка подстерегла украинскую Теннисисту 15-30. Интересно наблюдать, как инициативу переходит от одной спортсменки к другой. Походу, одну и ту же в этой партии. Еще один аут и 15-40. Что ж такое с Домингисом случилось? Мы говорили о том, что она может так качать на задней линии бесконечно. Всяком случае, в поединке против Теннисисте, она превосходит в опыте, наверное, в классе. Ну, в опыте тоже совершенно точно. Особенно на грунтовых этих самых сражениях, в которых Доминдис Лина целую стаю на этих грунтовых кортах собак-то съела за свою карьеру. В аут улетает мяч и по пяти сравнивается с Виталией на счет. Сколько же ошибок сейчас у Доминдис? Потеряла просто уверенность, потеряла... Не знаю, чувство контроля мяча, испанка. И неспроста, значит, получается, в предыдущих геймах она пыталась укороченными играть. Помните? Ошибалась, ошибалась. И тем не менее повторялась. Вновь и вновь сейчас она поняла, что укороченными все-таки она не спасется. За счет этих хороших ударов все-таки оставалась на задней линии на протяжении всего этого демя, 10-го, первой партии. Но и там, в конечном счете, испанскую теннисистку подстегали, постерегали неудачи. И, в общем, проиграла она важнейший гейм, позволив соперничество на счету. Посмотрите, какой удар Светалина сейчас исполнила. Это не смеш и не ударство, это что-то среднее. Вновь в ваут улетает мяч. Инициатива полностью перешла сейчас на сторону украинской теннисистки. 15-0. Такой интересный разворот событий мы наблюдаем после счета 5-2 в пользу Испании. Кончита Мартинес, конечно же, уже не улыбается больше. Смотрит пристально на свою подопечную, пытаясь понять, что с ней происходит. Светалина перестала ошибаться. Начисто. 30-0. На подачу Элины молодец. 18-летняя. Девушка. Отличная первая проходит. Мяч не попадет в порт. 3-40-0. Смотрите, после того, как ни одной подачи не могла взять на старте этого поединка украинская спортсменка, сейчас под ноль. Она близка к тому, чтобы в 11-й гейме выиграть под ноль. Что она и делает. Бестяще провела 11-й гейм Светольна, как, собственно говоря, и последних 4. Уже дейма, начиная со счета 2-5, Светолина берет 4 дейма к ряду. И, в свою очередь, она уже вырывается вперед на финише первого сета. 6-5. 53 минуты продолжается первая партия. Сколько всего мы интересного за это время с вами успели посмотреть. И сейчас Игорь Дерновский, вы видите, продолжается. Свою работу. Конечно, капитан-тренер всегда есть. О чем поговорить. И с членом своей команды. Человеком, на которого была сделана ставка. В этом командном поведении. Светолина, на самом деле, сейчас она и по рейтингу вторая в своей стране. После Леси Цюренко, что абсолютно все объективно заслужено. Место она в команде получила. Ну и вот он, 12-й гейм. Первого сета подает ловердес Домендис Лина. Это прием второй подачи соперницы. Если так дальше пойдет, ну ладно, не будем забегать вперед. Мне кажется, испанка может просто щехлодически надломиться. Очень здорово. Очень. Делает сейчас. И только она попадает. Сейчас попала в ритм игры, что называется. И все ее удары, движения. Вот она делает сейчас своевременно, удачно. Все выполняет, придумывает прекрасные атаки. Затем правильно совершенно выходит к сетке на добивании и так далее. Нашла свой игровой ритм с Виталиной. И сразу же, сразу же преимущество соперницы растворилось. В Валту летает мяч 0.40. К чему, с чего мы начинали этот поединок и к чему мы пришли? Тяжелейшие деймы, да даже нет, почему тяжелейшие? Однозначно уверенные выигрываемые деймы на подачу украинской теннисистки и ее более опытной соперницей. Достаточно уверенная игра испанки на подаче своей. Это все было в начале. Ну и абсолютная картина, прямо противоположная, наблюдаем сейчас. В конце первой партии. Ах, если бы не это досадная ошибка на тройном брейкпоте. На тройном сетболе Украины первой партии. Все бы было завершено уже сейчас. Но ведь как тяжело все начиналось и к чему пришло. Сейчас свою подачу, предыдущую, во всяком случае, Светалина выиграла под ноль. И могла под ноль взять подачу испанки, если бы не этот промах. Двойной сетбол остается. Ой, как здорово. Только не спешить. Обостряющие удары не прошли, значит, надо вновь потерпеть чуть-чуть. Вау, вау бьет испанка и все очень правильно тактически делает юная украинская теннисистка. Какая она молодец все-таки. И какое преображение на наших глазах с ней произошло. По ходу первой партии, которая продолжалась 58 минут и завершилась в конечном счете со счетом вот таким, который мы видим на своих экранах. 7-5 в пользу Украины. Вторая ракетка национальной сборной этой страны. Элина Светалина, 104 номер мировой классификации, встречается в этом матче первым в сопернице сборных Испании и Украины с первой ракеткой команды соперниц Лаурдис Домин Дислина, 51-й в мире. И выигрывает первую партию со счетом 7-5. Проигрывает, скажем, кстати, 2-5 по ходу. Евролига. Главный баскетбольный турнир Старого Света. Оба российских клуба пробились в раунд ТОП-16. Тревога зародилась в сердцах болельщиков ЦСКА. Нечасто армейцы позволяют себе проигрывать два матча подряд. Даже в Евролиге. Домашняя победа над грозным Панатинойкосом жизненно необходима. Химки чередуют удачные матчи с провальными и расположились на третьем месте в своей группе. В седьмом туре химчане ждут в гости действующего чемпиона турнира Олимпиакос, который пока в плей-офф не попадает. Лучшие матчи каждого игрового дня Евролиги смотрите на каналах НТО+. Статистика первого сета на ваших экранах эйсов не было. Одну двойную допустила Светалина. Всего 10 мячей выиграла она против 6 соперниц. И 20 ошибок допустила против 24 соперниц. Так что балансы видите сами. Ошибалась больше Доминдис и выигрывала меньше чисто. Она же выхода к сете 70-14, 50-процентный показатель у украинской теннисисты. 3 из 5 близких к тому же у испанки. И реализация брейков, пожалуйста, 5 из 9 у Светалина и 4 из 7 у Доминдис. Всего 44 очка выиграла Светалина за этот сет первый. В то время как Доминдис досталось 34. Ну и можно сказать, конечно, по результатам первой партии, по этим статистическим выкладкам, что, во-первых, стопроцентная практически реализация брейкпоинтовых попыток у обеих было. Поскольку вот эти цифры, они как бы не полностью отражают. В каждом гейме, в котором Доминдис либо Светалина добиралась до брейкпоинтовых мячей, в конечном счете этим геймам удавалось обеим теннисисткам брать. И на один раз больше преуспела Светалина. В итоге она же первую партию в результате и взяла, уступая 2-5 в счете. Выиграла 5 геймов подряд и выиграла вместе с ними первую партию со счетом 7-5. Итак, в поединке сборных Украины и Испании гости захватывают лидерство. Начинается вторая партия. И очень здорово, сейчас почувствовав, конечно же, уверенность в своих силах, буквально на крыльях сейчас понеслась дальше по ходу этого поединка Элина Светалина. Сумев спасти первую партию, находясь в безнадежной ситуации, 18-летняя девушка, конечно же, сейчас мощнейший моральный подъем должна испытывать. Насколько чисто она стала играть. Теперь уже Доминдис надо что-то придумывать. Но сейчас обострила справа по линии и застала все-таки врасплох украинскую теннисистку. В результате удалось сравнять счет Доминдис 15. Не ошибается, Испанка. Мяч Ваут улетает и в Украину 30-15. Обязательно позже расскажем подробнее про капитана женской сборной Испании, Кончита Мартинес, прославленную звезду мирового тенниса. Это хорошее, короче, очень здорово запилил этот мяч. Доминдис успеть было протестия нереально. Не так страшна Испанка оказалась в игре на задней линии, как это нам казалось поначалу. Вполне удается ей соответствовать сейчас Светалина. И время от времени наносить обостряющие удары, с силой которых соперница зачастую не справляется. И вот еще один геймбол на старте второго сета. Зарабатывает Светалина. Типа самую заднюю линию попала предыдущим ударом Испанка, но затем вновь сама ошибается, что с ней произошло. Как будто энергия перетекла с одной половины корт на другую, но половинами-то меняются теннисистки, как мы знаем. Это сравнение не совсем удачное, но от одной теннисистки к другой вот эта победная энергетика перешла. И сейчас просто излучает уверенность в своих силах 18-летняя украинская теннисистка. В первый гейм второго сета она берет и выходит в лидеры. Трибуны, естественно, уже давно не аплодировали атакам своей соотечественницы, потому что они все практически захлебнулись. Большинство розыгрышей заканчиваются ошибками. 51-й ракет Кемира. Пытается сейчас, тем не менее, свою подачу отстоять. Испанка. Первый розыгрыш для нее удачно складывается. 15-0. Пять геймов подряд Доминия Слин проиграла. Причем вы помните, что все-то началось с четырех нереализованных сетболов в восьмом гейме при счете 5-2. Или это было в девятом гейме. Не так важно, важно, что могла одним ударом завершить. Испанка. Первую партию одним четким розыгрышем. И этого сделать не удалось. Партия в итоге была проиграна. 30-0. Полз. Еще один укороченный. Да, пошли укороченные в Доминде. Видимо, все-таки это ее тайно-секретное оружие. На самом деле, не зря она пыталась их удары наладить еще по ходу первой партии. Сначала не получалось. Но вот сейчас два отличных укороченных исполнения испанки. На старте второго сета мы с вами видели. 40-0. Ну и выигран будет, конечно, этот день. Чисто по одной испании. Счет сравнивает Доминде с Лена по одному. Третий день. Второго сета. Подавать будет Елена Светалина. Парс! Прекрасный бэхот по линии исполнила Элина. Парс! Вот так играла точно и очень цепко в обороне на задней линии испанская теннисистка вносяли первой партии. Кто бы знал, что предположить, что с ней такой спад произойдет. Хотя это в традиции, безусловно, женского тенниса. 5-6 деймов подряд проиграть может любая. Даже звезда первой величины. Ну а с Виталиной опять серьезные сложности возникают на своей собственной подаче. 0-30. Первый розыгрыш закончился просто благодаря активной четкой игре испанки. Во втором ошибку допустила. Грубую. Еще, по-моему, давно с ней не случалось. Украинская теннисистка. Сейчас 15-30 за счет ошибки уже соперницы. Ну, он как раз показывает режиссер, сколько каждая теннисистка допустила ошибок. Очень много справа ошибается. Испанка, как мы видели. С Виталиной примерно равное количество справа-слева невынужденного брака. Еще один укороченный. Но на сей раз Ваут. От мяч улетает навесная свечка. На сей раз не самый лучший момент. Выбирала для... Короче, но может быть исполнено. Да, в общем, готова была. В любом случае украинская теннисистка к этому укороченному мячу. Поэтому легко успела добежать. И достаточно тонкой обработки этот мяч вот стянуло вдоль сетки. Нам повторяют вновь телодвижение. Испанская теннисистка не показывает повтор розыгрыша всего. Но мы видели, что Светалина вдоль сетки мяч переправила на сторону. Может быть не самым лучшим образом это сделано. Но Испанка ошиблась в итоге. По 30. Ох. Ох. Ну, блестящий. Светалина сейчас все делает. Она такая поспешила. Мне кажется, с этим ударом с летом. Драй волей. Ее исполнение. Вот первый обостряющий удар по линии был очень хорош. Сразу же поспешила. Побежала к сетке Светалина. Но вот немножко занесло ее на повороте. Она в данном случае удар действительно прошел хороший. Недооценила немножко ответ соперницы. Поспешила затем при игре с летом. Но выручает первая подача. Также и соперница, можно сказать, выручает, которая слева резаным играет неудачно. На счет сравнивается. Это был первый брейк-поинт вообще во второй партии. Вновь он возник у испанской команды. Реализовать его не удалось пока. Реализовать его неудачно. Реализовать его неудачно. Вновь, но и последний брейк-поинт Вновь поспешный выход к сетке. Очень здорово. Слева направляет мячи кроссами вот этими Светалина. Но подготовительная стадия для выхода к сетке уже стопроцентно выигрышна. Все-таки оказывается недостаточно до конца проведенной. Сопернице удается отвечать довольно удачно. Светалина ошибается при выходах к сетке. Брейк-поинт еще один у Испании. Аут. К сожалению проигрывает третий день второго сета Светалина и сама она на себя конечно сейчас негодует. Наверняка Игорь Дерновский проведет с ней сейчас воспитательную работу и скажет и все о чем думает. Ну о чем мы сейчас с вами тоже говорили. Вот это поспешность действия Хейлины. Надо все-таки сдержание играть. Понятно, что молодый зеленый иногда заносит юную совсем еще 18-летнюю девушку. Ну в итоге проигрывает она третий день. Но ничего страшного абсолютно не случилось. Зная о том, как развивались события в первой партии сейчас внесет свои коррективы поправки я не сомневаюсь Игорь Дерновский, что она делает. Видите, впервые даже он встал с кресла своего и втолковывает Элинию, что не надо самое главное не надо спешить. Сейчас можно играть уже с соперницей на задней линии, особо не боясь этого, потому что Элина уже доказала всем присутствующим, что она способна держаться на равных. Ну и про домен Дислин мы давно уже всем вам все рассказали, а вот про Элину Светольну как-то до сих пор не удосужился этого сделать. Она родилась в Одессе 12 сентября 1994 года, ну вот как мы говорили 18 полных лет, антропометрические данные 174 сантиметра, рост 62 килограмма, вес намного выше своей соперницы Элина на целых 11 сантиметров. Ну а в WK Tour Светолина задействована с 2000 сезона 2010 года. Нынешний рейтинг ее об этом и говорит 104-й это лучший рейтинг за карьеру. Еще по итогам 2012-го, то бишь прошлого года была она 156-й в мире, но за счет финала на Челленджере в Израиле турнир проходил в зале на Харде в конце января вот совсем недавно это было за счет финала в Израиле, который, кстати, Светолина проиграла нашей Марте Сироткиной 36-3-5-7 вот Элине удалось подняться на свое нынешнее место на 104-ю позицию в рейтинге. В Австралии она в нынешнем сезоне проиграла в первом же круге Анжелите Кербер немки 2646 мы до этого еще в Китае в одном турнире участвовала дошла до второго круга на Харде на Харде проходили соревнования в первом круге обыграл Шахарпир с Виталина но во втором что пила Клари закопала 4-6-3-6 сделав брейк вновь в третьем гейме второго сета вернулась окончательно в игру испанской Теннисейской которая казалось бы уже плыла по воле волны или с Виталиной не требовалось только лишь дожимать уже методично свою рассыпавшуюся соперницу конечно все-таки мастер достаточно высокого класса опытнейший игрок 32-летняя испанка поэтому сумела взять себя в руки не без помощи конечно же своего капитана замечательно Теннисейский в прошлом Кончита Мартинес вот видите что происходит берет свою очередную подачу под ноль Данни Гиз делает счет 3-1 второй партии возвращение в игру состоялось в испанской Теннисейске если про украинку можно сказать что она просто в первой партии не успела войти в игру почувствовать себя на корте достаточно комфортно поэтому позволило сопернице убежать далеко вперед то с испанской Теннисейской все получилось немножко по-другому куда попадет мяч не перелетает в сторону с Виталиной и 15-0 до сих пор до сих пор 30-0, простите, по 15, конечно. Продолжение следует... Удачно держалась по ходу розыгрыша испанская теннисистка. Свечку очень хорошую слева резаным бросила под самую заднюю линию. Ну, а Свитолина-то какая. Умница. Не махнула рукой, побежала за этим мячом назад и сумела его вернуть, а затем и к укороченному успела. Очевидно, напрашивающемуся, конечно же, прямолинейно исполненному испанками. Тем не менее, успела добежать и завершить розыгрыш в свою пользу. 30-15. 40-15. Расстроилась из понта. Ваут улетает мяч и гейм Украины. Пятый гейм. Выигрывает Элина Светолина. Сокращает отставание. 2-3. Ну, и теперь надо бороться за подачу Лордес до Миндес с тем, чтобы наверстать упущенное на старте этого второго сета. В общем, Элине не привыкать это делать. В этом году, вы видите, Кубку Федерации 50 лет исполняется. С 63-го года проводятся женские кубковые турниры. Кубку Федерации 50 лет исполняется. Возвращаются теннисисты на площадку. Ну, что касается истории выступлений вообще женских сборных Испании и Украины в этом главном командном турнире. Ну, давайте попозже, может быть, об этом вспомним. Сейчас очень важная идея. Мяч ваут. Нет. Попадает в корт. Доменис. Теперь валт улетает мяч после ошибки справа у Испантии. Ну, захлебнулась вроде бы атака украинской теннисисты. Очень здорово она атаковала, акцентированно била по мячу. Вот, и попадала. При этом, но Испанка держалась весьма уверенно. Ну, захлебнулась атака, тем не менее. Это не смутило украинскую теннисистку. Она продолжила. Розыгрыш. В конечном счете, добилась своего. По пятнадцати. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. на фарке куда открытый воздух проходит это соревнование финале с правовскими когда ты кроме японкой который сегодня как раз начинает борьбу с марии кириленко первом матче поединка сборных россии и японии но я для вас естественно озвучивают поединок также в субботу поэтому в настоящем времени был двойной день болу испании остался один срывает удар слева свой одноручный испанка и выплеск эмоций со стороны с виталиной мы наблюдаем она сравнивает счет вступая 15 40 15 на подачу сапоги а 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 как же неудачно выбрал направление все завершающего удара сейчас ими с виталина в результате сыграл новоперку соперницы но тут конечно как угадаешь решение надо принимать в теннисе моментально чуть не доли секунд и не всегда конечно правильно удается рассмотреть местоположенный соперник в таком случае получается такие удары на ракетку ну тут уж конечно как получилось так уж получилось результате больше у испанки ай два подряд неудачных розыгрыша прекрасно проведена в целом и с виталиной дают возможность позволяет испанки лаурдас доменде салена взять этот шестой тяжелейшие для нее гейма увеличить просвет между собой соперницы до плюс 2 4 2 но это еще ни о чем не говорит свиталина действительно сейчас держалась молодцом сумела сравнять счет 40 15 на подачу соперницы вырвать ситуацию но затем два розыгрыша в которых у нее по ходу которых у нее было преимущество она владела инициативой но просто вот не лучшее решение в завершающей стадии принимала что позволило соперницы избежать худшего для себя расклада но 15 а а а а и и и и не берущийся и короче сейчас разводила по всей ширине корта на своей атаке заставляя бегать с виталином и завершающего короче под самую сетку она зарезала конечно потрясающим образом 040 противоохот 15 на 30 пока было 15-30 но серьезные сложности вновь возникают украинской теннисистки где именно своей подачи и в том случае если она его упустит то счет будет вновь таким же каким он был в первой партии то есть 5-2 в пользу испании отлично отлично обводка по 30 мастерство немало и сейчас продемонстрировалась виталина хорошие резаные слева ну и конечно поспешным был выход сейчас к сетке спанской теннисистки наказал ее за это или на по 30 интересно решение принялась сейчас домин дис играл с такой высокой свечой но в корт при этом не попала больше украины сейчас то речи никакой нет конечно сами понимаете о перевесе домин дис лина над светольный даже несмотря на то что вроде бы счет его пользу 42 и ровно на подачи или на есть перевес в счете но в игре я бы не сказал в отдельных фрагментах лина играет очень разнообразно и точно и цепко в защите как вот сейчас удалось сейф потрясающих конечно исполнить еще один укороченный да блестящий розыгрыш и заслуженное очко достается испанской теннисистке она просто сейчас действительно имеет полное право наслаждаться этими овациями трибуны а болельщики очень справедливо многие встали со своих мест и стоя аплодирует своей соотечественнице тоже розыгрыш был проведен просто ювелирная и на очень высоком исполнительском уровне меньше в результате было с утоленной очередной брейк-поинт удается испанки реализовать и действительно возвращаемся к тому с чего начинали то чем что я предположил своих фантазиях то собственно говоря и произошло вновь счет за 35 минут второй партии приходит к тому же цифровому результату результату на табло что был мы видели его и в первые по ходу первого сета 52 в обоих случаях домин дисселина подходила к концовке первой второй партии обеспечив себе весьма серьезное преимущество но серьезно это еще не значит не отыгрываем его в первой партии нам в очередной раз украинская теннисистка продемонстрировала подтвердил ту самую прописную истину который всем хорошо известно что в теннисе да не только в теннисе здесь надо бороться всегда до конца и и не дарить ничего сопернице раньше времени не сдаваться ну и в том случае если ты уверен в себе вполне можно надеяться на и благосклонность фортуны в том числе ну и на то что можно всегда спастись и результат исправить кардинально с отрицательного на положительный в первом сете удалось наглядно продемонстрировать украинской теннисистке отыгралась она тогда вы помните с этого самого счета 2-5 выиграв пять деймов подряд взяла первую партию 7-5 но вот сейчас восьмой день начинается с ошибки на приеме ну или мужской с хорошей подачи испанской теннисистки 15-0 еще не накороче проводят точно под лени и мяч в корт испанская теннисиска 30-0 укороченный был выполнен не идеально да и ждет их уже с виталины естественно привычная соперницы же к тому что регулярно к помощи этих ударов прибегает до 40-0 тройной сетбол в первой партии вы помните 4 сетбола имела испанка но ни одним из них воспользоваться реализовать ни один из них не смогла сейчас три подряд сетбола в ее распоряжении на все раз ответ на 2 подачи доминге со стороны с виталины мы видели в стиле испанки я решила сыграть украинская теннисистка и добилась успеха мяч кому чернул по тросу свалился на стороне после укороченного справился на стороне испанской теннисистки 40 15 не попадет мяч корты 30-40 волновится мартинос прекрасно понимаю что вполне возможно повторение пройдено конечно не было трех подряд сетболов у ее подопечный в первой партии в тот момент когда она вела 5 2 потом щеки 5 3 4 сетбола не реализовала испанка сейчас еще один сетбол у нее остается под задней линии попадает мяч как ошибка придали слева потому что счет в матче сборных испании украины в грамках мировой группы под номером 2 мировой группы 2 и счет в этом матче сравнивается поединке 1 ракетки испанила ордес домингис лина и 2 ракетки украины лима свитолина и счет 1 1 7 5 1 партия осталось за украинской теннисисткой и со счетом 6 2 удалось реваншироваться испанки все те втором смотрим статистику процент попадания первой подачи и выигрыша соответственно выше у испанской теннисист хотя не попадание это больше удачные первым мячом подавалась виталина затем ни одной двойной эйсов также не было 13 4 по выигранным чисто мяча в пользу испанки ошибок равное количество допустили для не сидят выхода в сетке конечно у испанки побольше 9 из 12 реализовано было два из выхода аналогичных у свитолина и вот ни одного брейк-поинта не сумела или на заработать по ходу второй партии лорд с близко к стопроцентным показателям плане 2 из 3 попыток она завершила выигрышем подачи соперницы реализованным брейком брейк-поинтом и за 40 минут в конечном счете лаургас даннингис лина добилась победы второй партии по счету 62 у нас небольшой перерыв перед решающим третьим сетом очень лихо все закручено в этом первом матче с нетерпением ждем продолжение борьбы но вот все-таки немножко об истории я хотел вам рассказать сделайте сейчас на старте третьего сета для начала об испании гораздо более заслуженная команда в прошлом году испанки в первом раунде мировой группы проиграли нашим девушкам со счетом 2 3 ну и вообще в последние годы испанки балансируют как бы на грани вылета из мировой группы и иногда из нее выбывают в низший дивизион мировую группу номер два последний финал с их участием был зафиксирован 2008-м когда они в решающем матче проиграли опять-таки российским девушкам под руководством шамиля торпище причем с сухим счетом 04 звонарева тогда медину горидис переиграл в двух партиях кузнецова санчес навара 6 3 6 1 и затем еще один матч выиграл светлана у медина горидис 5 7 6 3 6 4 уверенную победу одержали тогда в москве в олимпийском российские теннисистки но вообще за 50 лет что проводится кубок федерации 63 года прошлого дека женской сборной испании побеждала пять раз в этом кубке впервые в 91 удалось обыграть американок в нотингеме на нейтральной территории состоялся тот финальный матч и другом формате играли тогда сборные испанкам удалось победить со счетом 21 санчес а раньше санчес викарио проиграла дженнифер каприати но кончита мартинос нынешний капитан сборной испании обыграла мэри фенна фернандес и затем в паре мартинос и санчес были сильнее джи-джи фернандес длины гаррисон но еще трижды с 93 по 95 годы еще до испанки трижды становились лучшей командой мира в рамках кубка федерации еще одна победа случилась в 98 году последняя пока по счету все эти победы были одержаны силами всего двух теннисисток раньше санчес и кончита мартинос но сборной украины особых успехов в кубке федерации пока не добивалась существует она всего лишь чуть больше 20 лет лишь после распада советского союза играли уже украинки мировой группе успели отметиться попаданием число лучших элитных сборных мира это было в прошлом году в первом раунде они уступили тогда итальянкам 2-3 на выезде и тогда как раз катерина бондаренко была еще в составе украинской сборной но оба своих матчей проиграла вот леся цуренко выиграла тогда на грунте и узкие воне франческий и у сары и ранее ну вот после этого было взять курс на омоложение состава состава команды и нынешним капитаном дмитрием игорем дерновским сейчас лесть цуренко присоединился это 18-летняя теннисистка или на светали на мы кстати вот сказал что в прошлом году проиграли итальянкам украинские теннисистки в рамках мировой группы но и точно также 2010 еще годом ранее двумя точнее украинки правда у себя дома в одной четверкой мировой группы проиграли опять-таки итальянка тогда 14 собственно и все пока что все пока что достижение украинских теннисисток к этому моменту но команда прогрессирует и уходит на заметные позиции в последние годы и так третий сет поединка который почти два часа уже продолжает стартовал и удается свою первую подачу взять и линии с виталиной 1 3 партии уходит вперед вместе с ней вся сборная естественно 10 6 минут продолжался первый день мы одну очков всего лишь с виталина соперница отдала уверенное начало решающего сета ну в общем запутали нас конечно обе теннисистки сейчас мы должны получить ответ на вопрос кто же из них все-таки сильнее 50 1 родит камера домингис лина либо 104 или на с виталина 30 мастер грунтовых кортов домингис лина на ваш экранах две победы напомню одержаны были за карьеру именно на грунте но и более разноплановая теннисистка из украины к сожалению второй драйву и не получился сейчас она с виталина не цвету вору не все сделала все сделала правильно обостряющий удар слева под линию прошел очень глубоко и точно естественно вырвалась после этого к сетке украинская теннисистка но цепка играет в обороне испанка что там говорить справилась первым ударом слета соперница вернула мяч 30-0 точно удар под линию 40 на испании потом что следующем матче субботнего дня сегодняшнего команда поменяются местами и нас ожидает противостояние первой ракетки порта украины лисе цуренко против 2 по силам испанской теннисисты заявлены на этот матч сильный соли распинулся 40 15 первую очку проиграла на своей подачи до миндис наш розыгрыш Соперницы были достойны друг друга. В нем поменялись мастерскими, очень хорошими ударами с обеих рук. Но в результате удачливая оказалась сильнее в этом эпизоде игровом. Испанская теннисистка. Но два первых гейма абсолютно одинаково завершились на старте третьего сета. По одному очку соперницы на своей подаче. Друг другу подарили. Так, очень уверенно в целом выиграли свои гейма. Отлично, Светалина сейчас все сделала. Бывало и по-другому в этом матче. Мы помним, когда при выходе к сетке, как сейчас Хавкорт направлял точно на ракетку мяч украинская спортсменка. Соперница 30-0 Это 40-0. Благодарю. Благодарю. Блестяще играет с Виталина. Как же она сейчас здорово и все вовремя делала и свечку тянула отлично. Должно быть хорошее будущее ожидает 18-летняя украинская танисистка. Но для начала надо дожимать соперницу в этом поединке. Все-таки, я думаю, большинство из телезрителей, я в этом случае, переживаю за украинскую сборную. Близкую нам со всех точек зрения. И вперед. 2-1 в пользу Украины в решающей третьей партии. Надо бороться за подачи соперницы. Да. Тимяч Вау полетает, но вот что касается укороченных, этих ударов, у Дамин Деслина с этим делом все хорошо, очень поставлено, приходится признать. Безусловный козырь в игре испанской теннисистки. Срывает удар с Италии на 30-0. Срывает удар с Италии на 30-0. вот этот прием не берущийся для домен здесь 3015 повязка на правом бедре с виталина полагать не мешает играть могут микро повреждения видимо есть все таки или было точнее сказать недавно прошлом ух ты какая серия из двух ударов великолепных слева справа в исполнении украинских есть первый из них с приема и второй кросс лево бьет на вот наш или на и мяч летает пролетает точнее на вылет смутило свои предыдущие так и похоже с виталина соперницу так мощно и здорово сыграв что дает испанка двойную 30-40 двойных эти доме индустрии уже совершила ошибка за этот матч продолжительный который уже больше двух часов продолжается и брейк-поинт имеет право имеет возможность сейчас взять подачу соперница украинская теннисистка 1 брейк-поинт в третьем сете грубая ошибка при ударе слева решилась на обострение елена но не попала в корт ровно еще одного подарка дожидается свиталина от соперницы виде двойной четвертый по счету ошибки и вновь меньше а Вау, долетает мяч, ну как, так можно ошибаться, а, можно, конечно, все прямо, все, мы люди, все человеки, ну, вторая попытка с помощью укороченного удара решить вопрос, пользуясь в этом розыгрыше, последовала со стороны испанки, в первом случае не срослось, а вот во втором тоже не должно было срастаться, но, тем не менее, на брейкпойнте с Виталина сыграла не точно при своем выходе стремительном к сетке, и это в какой-то степени оправдывает, конечно, ровно вновь. Прекрасно. Герман из испанки с опозданием очень инстинктивно, рефлексивно, точнее, на это сделать, потому что мяч отобить было совершенно невозможно, после играя воли вот этого соперниц, в такой силе, но мощнее, конечно, выглядит 18-летняя Танисевская, что должно было проявляться, кроме того, более разносторонне, Светолина может играть и на грунте удачно, как мы сегодня с вами, в чем мы с вами убеждаемся, и на любом другом типе покрытия, на харде, вот она турнир один выиграла за свою карьеру. Удар с обеих рук, и справа, и слева, у Светолины, конечно же, мощнее. Видите, какой прием потрясающий. И с второго или с третьего, по-моему, по счету брейкпоинта, все-таки дожимает соперницу и берет или подачу украинской теннисисты, но эта группа поддержки, вполне возможно, родственники, родственницы. Элина Светолина на ваших экранах сейчас махали флажками. 3-1. Элина Светолина уходит вперед в начале третьей партии. Обозначает, пока что только обозначает свое преимущество. Это действительно в настоящем противостоянии с первой ракеткой Испании. Надо отстоять обязательно сейчас в брейк. Уже в гейме на своей подаче. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сказал об этом или нет, в самом начале трансляции, по-моему, говорят, что эти теннисисты между собой ни разу до сих пор не встречались. Что и не мудрено. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вспомнить о возрасте с Виталиной по 15. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пути сборных к испанию. Похоже, они ни разу не пересекались еще в рамках Кубка Федерации. Близкая кейсовая подача. Ни одного из, кстати, еще не было у обеих теннисистов. Очень грубая ошибка. 15-40. Тяжело приходится. Лаурдес. Делает обратный трейд Дамин Гасселина. Минутный запрещает отставание. 2-3. И спрятан на третью партию соперницы. Только себе можно вспомнить, конечно, первую партию, когда в общей сложности 9. Раз брали подачу соперницы. Больше сложности. И та и другая. Теннисистки. По-моему, статистику 4 подачи с Виталиной. С Виталиной взяла Домингес. И 5. Как раз это сделала Элина. В общем, брейками обменивались по поводу первого сета. Завершившись за счетом 7-5. Позже. С Виталиной. Теннисистки. Вторая партия, в этом смысле, прошла значительно ровнее. На подачах и то, и другое. Брейков было совсем... Брейкпой этого было совсем немного. Точнее говоря, у Светалины не было ни одного там нули. Вы сами помните. По статистике второй партии. А у Доминдислина там реализация была 2 из 3. То есть два брейка сделала. Испанка имеет 3 попытки. 2-3. Испания уступает в счете. Но подает. Затерзан Доминислина своему укорочену Светалина. Такая вот тактика. Оружие весьма грозное есть распоряжение. Испанской теннисистки. И, конечно, оно не то, что безотказно действует. На всяком случае, если толково распоряжаться по роду ударами, то, во-первых, можно задергать соперницу, доставить ее набегаться. И даже в том случае, если не идеально точно выполнен короче удар, все равно тяжелая ситуация оказывается. На данном случае Светалину. Надо добежать до этого мяча. Затем еще сила же инерции. Вовремя затормозить. Сила инерции мешает точно переправить мяч на сторону соперника. Что мы видели как раз в первом розыгрыше этого гейма. На подаче Доминдислина. Когда Светалина добежать-то добежал, но мяч точно переправить на сторону соперницы не смогла. Ну, вот дивиденды. Тем самым пожинает игрок, выполняющий. Укороченные удары. В том случае, если, конечно, более-менее точно исполняет. Ну, как сейчас. За один такой этот шестой гейм Доминдислина трижды карачивала мячи. И два очка благодаря этому выиграла. Ну, это последний розыгрыш. Завершился в ее пользу. Сравнял еще от испанка по 30. С приема такой подачи, конечно же, надо атаковать. Ваут. К сожалению, Ваут летает мяч после резания слева с Виталины. И 40-30 испанки. Умеет возможность сравнять счет испанская теннисистка. Но, в общем, лично я другого-то и не ожидал от третьей решающей партии. После всего, что мы с вами увидели в этом поединке в двух первых сетах. Кургинации всей будущей двухчасовой борьбы. Ошибки допускают Левина. И позволяет сопернице догнать себя. Счет сравнивается. Потре. Бой-перелес. Значительно на стороне украинского теннисистка. Она лидировала 3-1. Наташа провела два последних гейма и Испанию Украину догоняет. По три и все еще только начинается у нас. Можно забыть вообще предысторию и все остальное, что было до сих пор на корте в испанском городе Аликанто. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какие удары исполнять, и, возможно, действовать на работе самим соперника психологически. Но в любом случае, Лина Светолина молодец, она завершает этот седьмой гейм в свою пользу ударом на вылет справа по линии и уходит, отдыхая с чистой совестью. Игорь Дерновский. Рассказывает что-то в Каневском Теннисеске. Сейчас, мне кажется, один-единственный розыгрыш неудачно провела Элина, именно в счете 40-15 в свою пользу. Хорошо, что у меня оставался еще запас. Ну и подачу держит Элина весьма уверенно. Уже начиная со второй половины первой партии. Поначалу никак не получалось свою подачу отстоять. И ступала в счете 2-5. Но вот с этого момента дела пошли на поправку. Капитан в определенных моментах должен функции врача выполнять. И вполне возможно массажиста, когда потребуется это, когда песня улыбается, видит, что камера направлена на них. И Элина, и Игорь. Ну, мы видели, да, вот этот тейп или повязку на правом бедре. Это, в принципе, теймиссист, и о чем она говорит. Да и сложно. Все-таки я сейчас растеркну. Это место. А, это кто у нас? Вон Карлос Феррера. На ваших экранах присутствует. Здесь же у Ленканте. В очках, я надеюсь, что не ошибаюсь. Это он. Также победитель Ролан Гарос. Начало века. Великолепный испанский теннисист. Ну, так же, как и Альберт Коста, который присутствует в числе испанской команды. На этом матче. Ну, как Хуан Карлос в сравнении. В отличие от своего знаменитого соотечественника, наверняка товарища, просто в числе зрителей находится. Да, на самом-то деле у нас затянулся перерыв между седьмым и восьмым геймом явно. И показываем там все время, в предыдущее время, в основном, в основном штаб нашей команды, как Игорь Дерновский. Я не нашей, украинской, так говорился. Дерновский работает с Ильиной, с Виталиной. Но на самом деле, похоже, медицинский перерыв взяла испанка. Тут сейчас камеры уже пристально следят за тем, что врач испанской команды... Как врач испанской команды массирует левое бедро лаурдес. Точно не врач, а массажист. Как? Массажист. Ну, а, кстати говоря, Хуану Карлоса, Феррера называют в качестве возможных преемников Алекса Каретки. На пасту капитана мужской сборной Испании, после того, как неудачно, да, называемая мужская сборная, на минувшей неделе провела свой поединок к 1-8 финалу мировой группы на выезде против канадцев. Проиграла в первом же раунде борьбы испанская сборная. Ну, ослабленная, конечно, отсутствием ряда ведущих теннисистов. Вот в этом сырне втором, даже в третьем составе проиграла Испании Рауничу и его партнёрам Данцевичу. В результате теперь будет отставиться место в мировой группе. Самая, наверное, процветающая, самая... Титулованная команда последних пяти, скажем, лет. Ну и вот после этого вынужден был подать в отставку. Бывший теперь капитан мужской сборной Испании Олекс Каретка. И, в качестве возможных его преемников, франские специалисты и журналисты вызывают невозможные планы Карлоса Феррера и Карлоса Моя. Ну, а у нас, наконец, пятиминутный медицинский перерыв завершён. И теннисистки вернулись на корд для продолжения борьбы. 4-3. Украина выигрывает в третьем сете первого поединка матча мировой группы номер 2. Против хозяек кортов из Испании. Попортим равный. 1-1. И вот 4-3. Украина захватила. Лидерство в третьем сете. Ну, понятно, ни о чём не говорит. Обменялись уже брейками по ходу третьей партии. Причём первой удалось это сделать с Виталиной. Украинской теннисистки. Затем Доминдис быстро отыграл, сравнял счёт. Сейчас её подача. И 0-30. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Фэйка. АПЛОДИСМЕНТЫ ВОЙк. ВОЙк. И так, конечно, здорово выполнила покороченный, как его соперница, украинская теннисистка. Ну, захлебнулась ее атака, ей не надо было что-то придумывать срочно. Никак не могла она давить справа под лево, посылая мячи на сторону испанской теннисистки. В итоге прибегла вот к этой самой теннисной хитрости при помощи укороченного удара. Светлана сделала это неудачно. Как отбивается испанка. Двойной брейкпоинт зарабатывает Светолина. 15-40. Какая тяжелая битва выдалась. И как все легко начиналось, да? 5-2. Вела Алина на старте. Первый сет, который проиграл. 30-40. Он смотрит Светолина на своего капитана в ожидании подсказки. В командно-соревнованиях в отличие от одиночных вполне возможно, допустимо, правилами. Что сделано было не так. Ну, просто опять-таки не рассчитала силу своего удара. Ну, уже. Да. Даже я уже не выдержал. Призывал Светолина решать судьбу этого розыгрыша. Ну, а как решать с хаткорта, конечно, надо прикладываться и бить можно настолько, чтобы окончательно дожать свою соперницу. Но сделать этого Светолиной не удалось. А вот сейчас удалось. Прекрасно слева. Всполнен обратный кросс. И введи нас. Вот так это было. И даже не побежала прирожденная защитница, очень цепкая защитница Доминис Лина к этому мячу. Ну, тем временем счет сравнялся и у нас табло сломалось, судя по всему. Сейчас надо исправлять. Да, 4-4 и 15-0. Еще один упороченный испанки ставит перед юной неразрешенной проблемы. В итоге счет сравнивается по 15-ю. Она не добежала до этого мяча. В предыдущем Деме, конечно, не дожала Элина соперницу. С 15-40 проиграла. Очень быстро. Тут Дим. Сравнялся по 4-ю. По 15-ю сейчас. На подаче с Виталиной. В 20-30. Два с половиной часа продолжается борьба. Вряд ли задумывал сейчас Доминдис, подобный укороченный. И трибуны сначала зааплодировали, затем вроде бы скихли. Непонятно, там был и дважды касался мяч по крыльной стороне с Виталиной. Или все-таки она успела его отбить, потому что мяч перелетел затем на сторону испанки. Но нет. Было два касания. 15-40. Двойной брейк-поинт. И после очередной ошибки с Виталиной, при выходе к серти, Испания празднует победу. Пока еще небольшой матч. Выигрыш 9-го гейма. Не очень важного, принципиального. Естественно, вполне возможно ключевого для определения победительницы всего этого поединка. Берет подачу с Виталиной Домин Веслина и врывается вперед. 5-4. В ее пользу. Вновь. Массажистка испанской сборной бросается к левому бедру Лаурдес. Канчета Мартинес. Вся история с собой. Поддержку. Фоэй Танисиски переживает за нее. Естественно. Так и должен вести себя любой капитан. Ну и вот возвращаются соперницы на аккорд. При счете 5-4 в третьем решающем сете в пользу Лаурдес Данин Веслина. Она будет и сейчас подавать на матч. В любом случае Светолина здорово отборолась. Но она отнюдь еще не проиграла. Куда же попал мяч? Наверное, судье придется вновь спуститься с своей высоты. Для того, чтобы посмотреть метку. Все-таки зацепил края линии мяч. Так считает арбитр. Нет кого, что Лаурд улетел. Также, конечно, на... Надо показаться вполне... Лаурдес Данин Веслина, которая ближе была к месту. Но мяч все-таки попал. 15-0. Срывает резанный слева удар свой испанка. Ну, регулярно подлево и направляет мячи своим форхендом Элина. Ну, вот добивать удается не всегда соперницу, которая отвечает этими неприятными резанными ударами. Всякий раз чаще старается под праву забегать до Миндис, а открытой ракеткой слева играет очень мало. По 15-ти. 30-15 в двух мячах от победы. Испанковая команда находится. Подлево правильно. На вылет попадает Элина. Рискнула и была вознаграждена за это. Не добежать, конечно, к такому мячу и никак не отбить уже. Аплодисменты. 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 по-моему точно так же стонет франческо с киона да таллиганка как это делает домин тоже справа подлево постоянно спорта и испанку это делается точно вовремя и точно попадаешь сам он зарабатывает матч бур и бур на испании благодаря ущеренную первой ракетки до издания веселья летает мяч после бэхэнда испанской консистероне как же все на тоненького матча решается судьба вот до этого момента абсолютно непонятно хуже победит перелес есть испанской теннисистки однако брейков очень много было в этом матче с обеих сторон и поэтому вполне может остаться что с виталина удастся сравнять счет сейчас она близка еще ближе она становится к своей цели мяч попадает точно в заднюю линию и меньшую испанцу и и и и и и и и со виталина и поэтому просто просто агента Родному предпочла сыграть Испанка, просто переправить мяч, но не сильным ударом, сократив длину. Фактически на хавкорт мяч перетянуло Доминдис и заставило допустить ошибку Елину ровно вновь. Сознательно или нет, так высоко покинул мяч сейчас Доминдис, такая горка получилась, но не точная горка. Мяч в аут улетел, ровнов меньше. И сравнивали счет с Виталина, заставляет ошибаться. Она свою соперницу. И сейчас уже пошла, конечно, игра на аморального левых. У кого крепче окажется характер. Нервы. Уверенность в себе, в своих силах. Обменялись таким образом уже во второй раз брейками соперницы. По ходу третьего сета сначала взяла подачу соперницы украинская теннисистка. Счет был 3-1 в ее пользу. Затем Доминдис отыгралась. Ну и вот вроде бы решающий брейк в девятом гейме. Сделала Доминдис Лена, повела 5-4, вышла подавать на матч и даже имела один матч-бол. С вами помним. Но завершить встречу не смогла. И вновь ситуация выровнялась. По 5-0 и 15-0 на подаче длины. Какая красота. Какой молодец. Ильина Светалина. 30-0. Здорово исполнил. Первая отличная подача прошла. Правильно. Отлично. Сыграно. 40-0. Не было, по-моему, до сих пор этого поединка ни одного из и не с ней с другой стороны. Что до грунта также. Для матчей на этом покрытии с участием женщин. Также явление вполне рядовое. Субтитры создавал DimaTorz. 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 Второй тоже. 40-30. Вот это начало матчевой борьбы сборных Испании и Украины. Практически трехсетовый, трехчасовой матч выдали Данин Деслина и Светалина. А вот и детонка там рвется. Называется, очередной укороченной решила исполнить испанская теннисистка. Но тем более не сумела перебросить мяч через сетку. Точность ее подвела, а в результате Лина выигрывает 11-й гейм. И теперь уже она в лидерах 6-5. За 57 минут третья партия продолжается. Ну, совсем недавно уступала украинская Теннисистка 4-5. Была в одном мяче от победы испанка. Был у нее матчбол, реализовать которой она не смогла. И теперь вполне возможно, все перевернется. Фактически три часа игра уже продолжается. Ну и третья партия имеет все шансы стать самой продолжительной в этом поедике. То есть не имеет она такой стыковой уже фактически получилась. Потому что первая продолжалась 58 минут. Ну и до этого перерыва 57 минут играли теннисистки в третьем сете. И сейчас будем смотреть продолжение борьбы. Домин Дес на подаче. 1-0. 2-0. Продолжение следует... 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 Поэтому борьба будет продолжаться до разницы в два дейма... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... хорошие венеры по линии исполняет с виталина даром справа выигрывает первое на вылет первое очко тринадцатом гейме 15-0 давненько укороченных мы не видели от домен без вот он корочный нас виталина и как будто предчувствовал его уже бежал уже бежал и все потому что исполнен был короче не очень даже несмотря на то что с виталина уже двигалась навстречу мячику видите она не сумела сыграть активно отыграться она просто перевела мяч на сторону соперницы что позволило домингис применить еще одно свое грозное оружие тянуть свечку чаще всего точные у него исполнение испанки получаются точными и достигла успеха благодаря тому что не дотянулась до мяча с виталина сейчас драйволи проходит украинской теннисистки на ура и она вырывается мной вперед 30 15 настоящим испытанием конечно для обеих теннисисток стал этот матч том числе и для их физических кондиций забивай ой вновь на ракетку сколько мы таких случилось уже видели походу это поедет почему-то всегда вот такие выигрышные мячи при двигании сетки когда ну все в руках с виталины она предпочитает этих мячей направлять последним своим ударом в любом случае выигрышном или проигрышном по диагонали справа под право сопернице и регулярно просчитывается или на как сыграно шпит ой 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 да знаете от такого от такого не знаю чего это подобрать получается сразу на провала удары удар психологического может конечно 18-летние теннисисты и не уже оправиться уже не оправиться бросают ракетку с виталина очень хороший розыгрыш но вновь цепка защищалась лина с виталина прекрасно атаковала но допустила вот такую неточность групп не очень грубую по марку к сожалению в результате брейк-поинт скрытый матчбол у испании простроился 17-летней девушкой это вполне можно было предположить такую реакцию реакцию психики еще пока на не до конца устоявшийся но тут кто у кого угодно мне кажется нервы сдадут в такой ситуации выигрышный мяч отправить в сетку при таком-то счете после трех часов практически уже борьбы а мяч был если на стопроцентно выигрышный допустила с виталина в результате с первого же брейк-поинта в этом тринадцатом гейме решающий третьей партии удается испанской теннисистки взять подачу соперницы она выходит вперед 7-6 еще раз вполне возможно покажут как это было в следующий раз звучит один из розыгрышей режиссера не мозги да это тот самый розыгрыш вот она дар слет и удается каким-то чудом доминдис мяч на сторону с виталины и перевести из самого угла своей половина площадки она добежала до этого мяча до кинулась ракетки на вытянутой руке естественно держа за самый кончик рукоятки свое оружие переправила это было решающее спасение с виталина еще один удар выполнила точно следом ошиблась ну и вот на матч в очередной раз вышло подавать испанка это уже не впервые происходит было совсем недавно при счете то же самое нужно другая 4 в пользу доминдис алина она подавала на матч но проиграла ту свою подачу 15-0 и был матчбол уже один напомню испанская теннисистки в тридцать ноль не используя вроде бы да свои шансы на добивание В этом моменте испанская теннисистка направила мяч тоже точно в сторону месторасположения соперницы. В этом смешинг соцпока. В результате Света Лина продолжила борьбу в розыгрыше. В конечном счете испанка все-таки действовала точнее и удачнее. 30-0 в двух мячах от победы. Находится Лина. Удачно обработалась за сколько-то. Мяч испанка. И 40-0 тройной матчболл зарабатывает Донин Деслина. Кончета Мартинес на ваших экранах. Не может естественно уже сидеть. А вот 40-15. В этом году суббитации. Фолли, кипитий. Суббитры сделал DimaTorzok. Добро пожаловать на наш канал. Суббитры сделал DimaTorzok. Побед рака. Подобная точка. Ну, знаете, уважаемые телезрители, все когда-нибудь заканчивается. Закончилось и это первое противостояние в матчевой встрече сборных Испании и Украины в рамках мировой группы номер 2 Кубка Федерации. Противостояние это закончилось при таком ослепительном солнце в испанском городе Аликанто. Победа хозяйки кортов, грунтовых кортов, испанско-тенесийский лаврдес Домин Деселина. 51-я ракета Федерации, которая справилась все-таки с противостоянием, справилась с сопротивлением своей солнечной соперницы. 104-й в мире Элины с Виталиной. Мы видим, как расстроилась Элина. Да, и эмоции победные объятия, как Чита Мартинес и Домин Деселина на шекранах. Студен, конечно, празднует эту общую победу и для зрителей, и для всей испанской команды, для страны, так можно сказать. В целом, в данном случае Домин Деселина, она сама себе не принадлежит, она принадлежит своей команде. Как всегда, это бывает в турнирах, в теннисных сборных. Но и не подвела свою команду Домин Деселина. Первая ракетка, тут и можно сказать. Хотя, конечно, вы сами все видели, и сейчас еще увидим итогную статистику. Похоже, не без малого, а больше даже трех часов продолжался этот поединок. Соответственно, первой ракетки Испании и второй Украины. И в такой тяжелой, тяжелейшей борьбе испанка все-таки матч этот вырвала у своей соперницы. 5-7 она уступила первой партию, имея 5-2 в свою пользу и 4 сет-бола. Все могло закончиться гораздо быстрее. Но уступила испанка первый сет 5-7. Во втором взяла реванш 6-2. И в третьей партии все дошло до счета... Не уложились стандартные размеры привычные теннисного сета. Вот теннисистки, но все дошло до счета 8-6 в пользу испанской сборной. Ну и таким образом первая победа одержана. Всех поздравляю Домин Деселина с этим успехом. Ну а мы с вами посмотрим еще один субботний повединок. Через короткую паузу на этот корт города Аликанте выйдут... Выйдут первая тенка сборной Украины Леси Цуренко. Ее соперница из испании Сильвии Солер Испиноса. Ну статистику все жду. Вот наконец нам ее предоставляют. Все-таки 2.50, 2.50 минут продолжалась эта первая встреча в Борнех, Испании и Украине. Лучше на первой подаче... Да примерно равенство, посмотрите, с точки зрения игры, эффективности первой подачи на стороне была... С Виталином, в общем, все это уже не так важно. Тем более, что очень быстро убрали плашку режиссера трансляции. На этом наша первая трансляция заканчивается. Для вас работал Леонид Сапронов. До следующих встреч. Леонид Сапронов. Леонид Сапронов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok